В сегодняшнем выпуске анонсируем мартовский челлендж, отвечаем на вопросы и рассказываем о киберспорте. Всем привет! Февраль заканчивается, а это означает, что с понедельника начнется мартовский челлендж. У вас остается буквально три дня, чтобы выполнить недостающие задания и получить заслуженные призы. Недостающие звезды можно набивать, проходя особые и ежедневные миссии, если они еще не завершены. С 1 марта в числе призов золотой линейки окажутся две краски – весенний букет и анимированная пиксельная плазма, а также три устройства – тяжелые конденсаторы для шафта, иммунитет от поджога для диктатора и иммунитет от оглушения для хантера. Напоминаем, что в эти выходные в игре будет доступен праздничный ДМ-режим «Хоппер рельса» на карте «Небоскребы» с повышенным шансом выпадения золотых ящиков. Ну что, Орех, готов ты к новой порции вопросов? Привет! Соскучились? Я тоже соскучился. Давай, давай, давай. Поехали. Давай еще вопросы. Предупреждаю, что буду читать так, как нам, собственно, игроки пишут, не пытаясь… Потому что это самое интересное. Потому что это самое интересное. 70% скидки еще будут и примерно в каком месяце они будут? Примерно в каком месяце про случайные скидки. Ребята, возможно, они будут, возможно, их не будет. Следите за социальными сетями, точно так же, как было в прошлый раз. Подписывайтесь, будет новость, тоже на час. Когда? Не скажу. Так не будет, нечестно. Сделайте формат хрвр доступным с любой модификацией или реализуйте новый, где модификации одинаковы. А ведь это буквально то, что мы делаем сейчас по выходным. Хоре реле прошла у нас, в которых все одинаковые модификации, все могут поиграть и всем весело. Именно в таком формате мы планируем это продолжать. А про битвы? Про битвы живут отдельно, их менять не стоит. Мы так считаем. Да, хоре реле будет возвращаться тоже на какие-нибудь выходные. Вот у нас ближайший ультра уикенд. Я не скажу, что будет на ближайший ультра уикенд. Пусть это будет сюрпризом. Вопрос номер три. Когда Tesla и какие к ней устройства? Я вот не знаю, может надо было грубо представить. Когда Tesla и какие к ней устройства? Потому что там четыре знака восклицания, знака вопроса. Меня другое интересует. Еще не знают, как работает Tesla, уже какие к ней будут устройства. Tesla будет, ну вот опять, не скоро. Как только готово, так сразу и выведем. Она в процессе разработки. Мы вам обещали рассказать, как именно она будет действовать. Пока не будем этого делать. Мы хотим вам сразу показать, как она работает и рассказать, как она работает. Так ведь будет понятнее, чем говорящий орех. А про устройства? Да, разумеется, будут устройства, которые накладывают разные статус-эффекты, но это не самое интересное. А все остальные устройства будут уже зависеть от того, какие у пушки механики. И пока, насколько я почитал комментарии, вы не угадали. Ну, то есть, почти угадали, но не угадали. А можно тот звук такой? Там-там-там-там-там. На самом деле, я не угадал. Я не скажу, кто он. Вопрос от человека, который, видимо, в прошлый раз очень внимательно смотрел видеоблог, где мы... вернее, ты кое на чем играл. Можно поподробнее про игру на геймпазе? Спасибо. Да, можно поподробнее, но не сейчас. У нас есть прототип. Мы над ним работаем. Там действительно управляется... ну, вы знаете, как работают стики. Когда вы чуть-чуть его отклоняете, танк начинает чуть-чуть ехать. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть вбок, чуть-чуть назад. Вот все вот эти замечательные штуки. У нас есть прототип. Он очень классный. Прям очень классный. Там прям так клево играть. Но, разумеется, просто в бою управлять танком — это одна проблема. Другая проблема — это геймпадом управлять вообще всей игрой. Согласитесь, да? Разные вещи. Прототип у нас есть. Мы пока на него делаем планы. Мы знаем, что вы хотели бы, например, в мобилах играть с геймпада, потому что это существенно удобнее. Ну и, разумеется, сейчас он работает для браузерной версии. Как только, так скоро. Да, скоро. Скоро. Ну, почти скоро. Да. Где вырезать? И не загрежь, где хочешь. Ну что, ставший уже традиционным вопрос — когда новые игровые режимы? Смотрите, как сейчас происходит. У нас есть матчмейкинг, в котором режимы более-менее устаканились. У нас там есть практически все, что можно придумать для арена-шутера. Единственное, чего там у нас нет — это игра в вагонетку. Вы знаете, когда одна команда толкает в вагонетку, а вторая пытается ее затолкать обратно. Вот этой штуки у нас нет. Все остальные режимы есть под любым маслом, под любым повидлом. Вообще замечательно. А что-то экспериментально интересное мы пробуем теперь делать на ивентах. Вот Hopper Arielle — один из таких примеров. Пока превращать ивентовые режимы в основные режимы мы не хотим, потому что, ну, некоторые из них работают только в рамках ивента, потому что это весело. А делать прям какой-то новый совсем-совсем режим для основного матчмейкинга смысла тоже пока большого не видим, потому что там и так разнообразия не хватает. Но, возможно, вам интересна вагонетка. Пишите. Пишите, да, расскажите. Вдруг вам действительно интересен режим с вагонеткой. Знаете ли вы, что такое режим с вагонеткой? Много ли вы игр знаете с режимом вагонеткой? Я узнаю две. И там классно. Три. Четыре. Давай следующий вопрос. Сейчас будет скорее не вопрос, а вот пожелание игрока. Возродить вид битвы ДМ каждый за себя в матчмейкинге. Иногда хочется поиграть для себя, поэкспериментировать с оружием и корпусом, и при этом не подводить команд, так как сейчас в матчмейкинге существуют только командные бои и нет битв ДМ. Ну вот, хочется в матчмейкинге, да, но сразу же задают вопрос, иногда хочется в матчмейкинге. С этим-то и основная проблема игроков не очень сильно на это хватает, на полноценный режим. Но делать на ивентах, например, на ультра-викендах режим ДМ, обычный режим ДМ, там без дополнительных хитрых правил, вполне хорошая тема. Я считаю, что, ну вот сейчас мы пытаемся на каждые выходные делать какой-то новый ивент, надо запустить и просто ДМ без, там, без какой-то одной пушки, одного корпуса. Любые пушки, любые корпуса вы просто играете в обычный ДМ. Было бы круто. Вот. И вам круто, и нам круто. А на каждый обычный день, ну, действительно, лучше не стоит, потому что матчмейкинг, он рассчитан больше на командную игру. Так, а теперь у нас рубрика Орех выбрал вопрос. Наверное, он интересный. Про что же будет вопрос? Вопрос будет про... Сколько вам нужно писать в комментариях о лагах и других задержках в игре, когда почините? На прошлых выходных действительно была очень большая проблема. Как только вышло обновление у нас и скидки, и новые миссии, и все на свете, и игра действительно тормозила. Было очень плохо. Но к субботе мы уже все починили. И больше такого повторяться не будет, потому что мы разобрали, в чем была проблема. Мы добавили некоторое количество фиксов. Теперь на старте ивентов у нас не должно быть так, что вы нажимаете там кнопку миссии, а потом ждете две минуты, пока она загрузится. И в бою, разумеется, тоже будут быстрее загружаться гараж, быстрее загружаться игроки в бой. Потому что, ну, это все было связано, там была одна очень... Проблема. Мы ее решили. Мы будем внимательнее следить за тем, чтобы эта проблема больше не возникала. Расскажи, в чем там проблема-то была в итоге. Ну, короче, нашли ребята exploit, как получать бесплатные кристаллы. Халявщики. Да, и очень много себе натыкали, думали, что никто не заметит. Но беда-то в том, что заметили не просто все, а вообще все из-за этого игра лагала. Настолько сильно тыкались. Ну, в итоге мы собрали список ребят, ну и отвезли всех в лес. Надеюсь, мы их больше не увидим. Никогда. Закончились отборочные на первый турнир года Танки Спорт 2021 сезон первый. Уже в этот понедельник были сыграны первые бои. По итогу пяти квалификационных турниров мы отобрали восемь команд, которые будут соревноваться за главный приз, уникальную краску, импульс, а также за горы кристаллов, танкоинов, контейнеров и других призов. Команды Токсик и Феечки в упорной борьбе забрали по два очка в копилку, так и не определив, кто же сильнее. Второй матч прошел между коллективами Манкис и Пингвинс, где вторые вновь доказали, что являются одним из самых сильных кланов в игре, заработав важные шесть очков. Во вторник обошлось без ничьих. Матч между командами Пофан и Тимпойнтерс прошел более напряженно, чем ожидалось. В первой половине с перевесом всего в один флаг победу одержала команда Тимпойнтерс. Во втором матче команда Пофан также показала высокий уровень игры, однако Тимпойнтерс не дрогнули и довели матч до победного конца, заработав шесть очков. Другой матч этого дня был еще интереснее. Обе команды Ревенш и Эмпайр Эрми можно отнести к фаворитам этого турнира, так что все зрители питали надежду на зрелищную схватку. В первой половине Эмпайр Эрми дали настоящий бой своим визове, однако под конец расслабились и упустили победные очки. Вторая половина проходила в формате сетап с наиболее похожим на матчмейкинг. Все ставки были на команду Эмпайр Эрми, в которой, кстати, безоговорочный лидер топ-100 игроков по эффективности Ярик, но оказалось и этого недостаточно для победы над победителем межпланового чемпионата. Ревенш одержали победу и забрали шесть очков в копилку своей команды. Самые интересные матчи только впереди, не забывайте приходить на трансляции StreamTO, ведь именно там мы показываем все матчи группового этапа, а также матчи плей-офф. Участвуйте в розыгрышах и болейте за любимые команды, все ссылки найдете в описании. Узнаем, что интересного приготовили нам ютюберы. Биг Танкс и Битва Десятилетия Джаггернаут против Годмодиона Мистер Ванька показывает, как набирать очки, играя на Оресе с Вулканом. Иммортал Хиро сразу против прокачанного соперника. Сможет ли он противостоять ему? Нажимая таб, он имеет 10 тысяч GS и 100% всего. Постараемся этого парня выиграть. Играем с Фулл Наркой. На этом все на сегодня. Напоминаю, что впереди вас ждет еще два дня квеста. Будьте внимательны к деталям, и у вас все получится. Я в вас верю. Увидимся весной. ПК. Запоздал с ПК, по-моему. Хочешь со мной вместе ПК сказать в конце видео-блога? Кстати, да, я... Все, давай. Значит, раз, два, три и ПК? Да, раз, два, три и ПК. Муж, да. Давай, вставай. Как я тяну? Я знаю. А, ты знал? Да. В край. В прошлый раз мы спросили, сколько танков останется на платформе после активации овердрайва Джиггернаута. И правильный ответ — D. Поздравляем победителей и смотрим новый вопрос. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...